МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, студенты Детского университета! Здравствуйте! Замечательно, спасибо! Тема лекции моей, да, чрезвычайно сложная. Она связана с пищей, ее приготовлением. Человек научился готовить современную еду давно. Это было связано с таким важнейшим событием, как огонь. Но давайте все кратко, по порядку. Где-то я буду бежать быстро, чтобы просто что-то вам сказать в рамках, а потом картинки будут отражать мой разговор. Так, начнем с изречения известного физиолога в мировом плане Ивана Павлова. Лауреат Нобелевской премии. Он здесь отмечает важность еды. Еда должна быть аппетитной, привлекательной, повышать настроение. А еда с напором, с нажимом, с оговорками – это даже зло. Представляете, какая жесткая оценка. Но это правильно. Пожалуйста, следующий слайд. Значит, еда. Важнейшая тема. Кроме кислорода, человек все, что ему нужно, находит в еде. Мы вроде бы живем нормально, не голодаем. Но, однако, есть такие государства, например, в Африке, где особенно дети испытывают постоянный голод, особенно в белковом компоненте питания. Поэтому питание – это глобальная проблема. Ну, я не буду дальше в эту глобальность уходить, потому что мы суть тогда потеряем. Вот вы сказали, что испытывает прежде недостаток в белковом компоненте еды. А в белок самое важное для детей. Что туда входит? Вот белок – это что такое? Вот у меня лекция, в большей части, будет посвящена реакции с белком. Хорошо. Так что я сейчас хочу, я сейчас пока общие вопросы. Вот что такое кухня, раз в заголовке есть кухня. Кухня – это не просто помещение. Мы знаем, у нас квартира там у кого-то, где он как по-разному там располагает все. Спальня, столовая, прихожая. И кухня, имеется в виду помещение, но кухня гораздо больше, чем это помещение. Это не только посуда, не только все те компоненты, которые для удобства, мясорубки, там все прочие, пятое-десятое. Сейчас и даже посуда бывает самая разнообразная, специальное назначение для приготовления одного или другого блюда. Кухня – это прежде всего сырье пищевое, затем технология переработки, затем сама процедура представления готового продукта. Здесь искусство, здесь опыт. В национальной кухне есть такое понятие, я сейчас просто не буду на этом останавливаться. Это совокупный опыт этноса, который заключен в меню, в приготовлении, в процедуре, в отборе пищевых продуктов и так далее. То есть я хочу сказать, этим подчеркнуть, что это гигантская деятельность человека. И человек много что здесь достиг. Так, теперь другой момент. Кухня развивается. Не думайте, что мы едим то, что было приготовлено или предложено давно. Это остается как некий стержень, основа. Человек изобретает многое сейчас, тем более он изобрел новые приборы, новые средства, воздействие на пищевой продукт. И можете его так изменить, что вы никогда не скажете, что это такое. Я в конце лекции надеюсь, хотя бы быстренько, но об этом вам рассказать. Так, пожалуйста, следующий рисунок. Кухня развивается. И сейчас вошло в практику уже даже такая вещь физическая, как размерность. Уже, казалось бы, кусок мяса, картофель. Какая здесь размерность может быть? Однако размерность – это степень измельчения пищевого продукта, в результате которого вы получаете другой вкус и так называемую вкусность совсем неожиданная. Например, вот простой пример. Сахарный песок. Вам всем знаком. Но если его превратить в сахарную пыль, то при том же одном количестве в несколько раз слаще будет сахарная пыль. Можно в пыль превратить морковный сок. И его можно будет дорезать на кусочки. Вот это вот современная, так называемая, молекулярная кухня. Так, пожалуйста, едем дальше. Костер – это первая химическая лаборатория. Так бы называли химики. Любопытство человека поместить в костер что-нибудь. На всякий случай. А вдруг что-то будет? Это естественное любопытство человека. И вот когда-то апримерно археологи и биохимики, тут много кто работал, сказал, отметил, что примерно миллион, 800 тысяч лет тому назад, страшно даже подумать, человек впервые освоил костер. Он еще не был современным человеком, про которого говорят гомо сапиенс, но ходил вертикально. Так вот, с этого момента, хотя этот момент такой растянутый тоже на тысячелетия, человек научился нагревать, жарить, парить, температурно воздействовать на пищевой продукт и превращать его в другом виде, гораздо более полезном, вкусном. Настолько, что человек к нему привык, к этой системе приготовления, к этой технологии уже отказаться, но никогда не мог. Так вот, костер – это символ, символ рукотворного костра, то есть вы можете его создать, сделать, использовать. В таком виде, конечно, вряд ли первый бытный человек имел костер, но это символ. Огонь был, управляемый огонь, можно сказать. Раз управляемый, значит человек может время его получить и на этом огне что-то приготовить. Пожалуйста, едем дальше. Я хочу сказать, что проблеме пищевых продуктов, приготовления пищи, поисков резервов, ресурсов, в том числе природных, этим проблемами занимаются многие люди, в том числе, в первую очередь, химики. Это не реклама посуды или зелени и перца. Нет, это символ, нет, это лучше сказать бейджик, напоминание, название очередного конгресса. Последний конгресс по химии пищи был в октябре в Испании, в Севилье. Это я хочу сказать, каков уровень сейчас обсуждения в глобальном плане такого важного вопроса, как пища, в которой, в этой пище, химия имеет, ну, так сказать, существенные вклады. Что вы говорите? Это конгресс. Это конгресс? А что такое? Конгресс. А. Это крупная конференция, на которой появляются тысячи людей, их делят по определенным там секциям, и они обсуждают разные проблемы. Например, секция поиски белковой пищи. Где белковая пища? Не только животноводство, там куриное, так сказать, поколение и прочее, а еще есть пищевые источники белка. Еще здесь подчеркну, раз есть повод. Белок – это основа жизнедеятельности человека. Без белка человек не может иметь многого чего. Работу мозга, но главным образом, сейчас особенно, когда у нас говорят про коронавирус, белок способствует выработке антител. То есть работе... Герман Константинович, все-таки давайте вернемся к... Что такое белок? Белок? Назовите конкретные продукты, в которых есть белок. Пожалуйста, значит, белок – компонент важнейший. А кто знает, может быть, у нас из студентов... Правильное обращение к аудитории. Яйца, рыба и творог. Яйца, рыба и творог. Превосходно. Так, еще что? Замечательно. Мясо. Мясо. А уже сказали, рыба, мясо, творог, все. Так, вот еще у нас есть... А растительный белок есть? Да. Это проблема вот как с растительным. Но, может, кто-нибудь знает? Горошек, горох. Знаете, фасоль, слышали? Да. Фасоль, фасоль, соя. Соя. Вот это основные три источника. Еще кое-где. Белок растительный есть везде, но мало. А вот там, где специально его выращивают, это горох, фасоль и соя. Георгий Александрович, правильно ли мы поняли, что для того, чтобы человек был здоровым, чтобы у него мышцы работали, да, он должен есть прежде всего белок. Да, прежде всего. Не только белок, но прежде всего. Прежде всего. Он содержится в мясе. Да, нагрузка на белке. Мясо, яйца. Яйца, творог, творог. Творог. Ворочные продукты, все, всего ряда. Фасоль, горох, соя и так далее. Древние продукты. Это уже растительный белок. Так, едем дальше. Итак, человек научился готовить на костре в результате тепловой обработки мяса, например, в первую очередь, продукты, то есть, которые желательно было. Вкус появился, аппетит появлялся. Большое желание еды, а потом уже совершенствовалась система тепловой обработки. Так вот, что происходит при жарении? Я говорю, что жарение, кипячение, выпечка в печи, на открытом огне, на углях, например, на углях шашлык делают. Вы такое слышали понятие, как шашлык, да? Вот шашлык, это можно сказать так прямо. Лучший вариант предоставить человеку сесть замечательный белок животного происхождения для укрепления своих сил, умственных способностей и создания иммунитета за счет работы печени. Вот я вам все наговорил, это как раз то, что означает использование мяса, короче говоря. Во-первых, нужно сделать огонь, потом его погасить, чтобы были горячие угли. И вот на этом горячем угле химик бы сказал, ага, инфракрасное излучение, без открытого пламени, не будет мясо подгорать, а будет только за счет 800 градусов в начале, а на этом расстоянии будет 150. Самое удачное расстояние, на котором мясо будет прогреваться, а поскольку оно предварительно было уже подкислено кислотой для маринования, то все происходит за 15 минут. Ну, это меню называется. Тут тоже есть химия, но не та, а я вам хочу рассказать другое. Когда человек освоил огонь, он стал в огонь помещать сырые продукты, огонь сразу их обеззараживал, это очень важное. То есть человек мог взять кусок мяса в живом виде съесть и заболеть. И такое было. Сейчас эти археологи уже подтвердили, что когда-то человек ел птиц живых вот так, ловил на ходу и ел. Представляете, это был неандертальц, так называемый. Но это особый разговор. А вот мы давайте сейчас взаимодействуем. Чтобы быть здоровым, нужно есть белки, жиры и углеводы. Жиры пока оставим в сторонку, а вот углеводы и белки при нагревании реагируют. Вот внизу слева, там такая, знаете, формула, я не буду ее объяснять. Там буква С повторяется, это латинское С. Это углевод, это символ углеводов, то есть сахаров. Какие сахара бывают, вы знаете. А вот справа, там четыре караплики такие развесистые. Это обозначает символически аминокислоты, из которых состоит белок. Так вот, при нагреве аминокислоты, белка, вступают в реакцию с сахаром. Реакция идет с образованием корочки. Мы видим, как происходит поджаривание. Причем корочка должна быть золотистой, золотисто-розоватой, золотисто-коричневой, но не черной. Вот что происходит здесь? Здесь суть приготовления. И вот уже около, не чуть ли, 2 миллиона лет люди этим занимаются. А каков характер этого превращения? Был открыт на днях. В 1912 году французский врач, он же химик, майяр, открыл суть образования этой корочки. Она получила название, это реакция, реакция майяра. И по существу, все, что мы имеем при приготовлении, при обработке теплом, огнем, будь в печи, открытое пламя, неважно, это все разные формы, разные условия при проведении реакции майяра. Следующий рисуночек, пожалуйста. Вот. Итак, имеем в качестве примера. Теперь неважно, где происходит событие, они могут произойти прямо, вот непосредственно на огне или в тостере. Вот тостер поместили, кусочек хлебушка. Через 3 минуты он такой приобрел вид. Возьмем его как за некий стандарт. Можно меньше держать, он будет побледнее, это даже неплохо. А если передержать до 5 минут, он почернеет. Считайте, что вы испортили продукт. Поэтому здесь рукотворно все можно регулировать и получать то, что надо. В середине части рисунка по-другому, но химический процесс отражен. Сверху белок, а шестиугольник внизу означает сахар. И вот белок с сахаром и реагирует, и получается справа по стрелочке, что такое желтенькое. Это вот как раз тот самый «загар», в кавычках, который образовался при обжиге. Он вкусный. Суть еды здесь, как ни странно. С одной стороны, с точки зрения науки и химии, реакция белка и сахара – это самоуничтожение частичное. Потому что белок уже превращается в что-то, сахар тоже превращается в что-то. Это все непитательное. Но куда же это делось? А никуда. Это все делось в корочку. А корочка обладает особым свойством. Корочка привлекает. Корочка вкусная. Всю эту вкусность обеспечивается корочкой. Это так называемая поджарка умеренная. Теперь здесь находятся особые соединения. Вот эти особые соединения изучили полвека тому назад. Итак, в начале прошлого века Майяр предложил реакцию, а суть ее не мог объяснить, потому что не было еще условий, не было методов, позволяющих изучить эти тонкие реакции, протекающие с образованием корочки. Так вот, нашли так называемые меланоидины. Вот там справа внизу есть названия вот этих самых соединений, которые объединяют вот это слово корочка, поджарка. Ни в коем случае она не должна быть пережаренной, она должна быть в норме. Вот эта норма приблизительно визуально на этом самом рисуночке в виде кусочка хлеба. Но, среди прочего, как всегда, знаете, не все одно хорошее, кое-что есть и плохое. При образовании этой корочки, при этом запекании, образуется акриламид. Акриламид обнаружили сравнительно недавно, полвека тому назад. Акриламид вызывает рак. Поэтому все разговоры стали о том, что ж, нельзя с корочкой кушать, все переходить только на паровую обработку. Есть ведь паровые приспособления, котлета на пару, там каша тоже так, знаете, хитро приготовленная. Не буду сейчас говорить об этом, потому что иначе я не смогу вообще сказать вам то, что хотелось бы еще. То есть, кроме непосредственного воздействия горячего огня, открытого пламени, можно все делать при температуре 100 градусов, это пар. Нет, можно и с поджарочкой, можно и с золотистой корочкой, но только иметь в виду, что здесь всегда образуется этот самый несчастный акриламид, никуда не денешься. Но страха здесь не должно быть. Химия его открыла, и химия показала, что его так мало, что бояться не нужно. И почти 2 миллиона лет человек, который пользуется открытым огнем для приготовления пищи, в том числе и всяких там шашлыков, он, конечно, создает атмосферу акриламида, но ее так мало, этого акриламида, что бояться не стоит. Едем дальше, пожалуйста. Так, теперь примеры конкретно. Та булочка поджарена, я вам специально говорю, это будет как текий визуальный стандарт. А вот это пример, как нельзя жарить ножки цыпленка. Потому что, вы видите, пережар, перегар, пленочка черная, значит, в ней есть акриламид, наверняка. Он везде есть, я же подчеркиваю, но его бывает очень мало, ну а здесь его немного больше. Поэтому стараться так не делать. Едем дальше. Пожалуйста, следующий. Булочки. Замечательно. Я выбирал, как вам показать пример, про который говорят. Не красна изба углами, а красна пирогами. Замечательные булочки, хорошего теста, начинка тыква. Вот специально про тыкву, я два слова про тыкву потом ниже скажу. Это самый замечательный продукт, питательный. Тем более, что начинка тыква. Едем дальше, пожалуйста. Все хорошо, поджарили, замечательно. Тогда, когда человек освоил вот это поджаривание, у него под руками ничего не было. Это он потом научился травку использовать, всякие специальные там приспособления, всякую там петрушечку, потом всякий лучок, это потом все появилось. Так вот, оказывается, в теплых, жарких странах, с трапическим климатом, можно эти все растения, которые благотворно влияют на восприятие пищи и появляются из которых аппетит, они в тропиках растут. В частности, в Индии. В Индии на этом базаре можно приобрести вот это все, что объединяется одним словом специи, то есть компоненты, привлекающие, улучшающие, ароматизирующие и все прочее. Еда тоже требует настроения, как говорил Иван Павлов. Так вот, это настроение придет праздничное, если хотите сказать, можно сказать. Вот она за счет этих веществ, компонентов. Это что? Это сухие травки, сухие стебли, засушенные, измельченные в порошок корешки, листочки, бутоны, плоды, семечки и так далее. Много всего. Едем дальше. Пожалуйста. Вот. В 96-м году прошлого века я был в Сине, в Алеппо, в Сирии. Меня пригласил директор Алеппо-Университета читать лекции. Конечно, понятие есть восточный базар. Я побежал туда, поинтересовал, что, где, как, чего. Вот потому я выбрал такую картинку, это называется типичный восточный базар. Видите, сколько здесь много оранжевого. Оранжевое. Это все полезное. Это все натуральные окрасы, натуральные компоненты, которые содержат в себе благотворно действующие на организме человековещества. Какая здесь палитра? Самая разнообразная. Среди оранжевых кэри. Это засушенные листочки трапецического растения острого Мадагаскара. Но продается у нас сейчас это все спокойно, может быть. Перцы. Перцы бывают жесткие, чили, острые, бывают сладкие перцы, есть белый горошек, есть душистый перец, все прочее. Для того, чтобы сделать хорошо, продлить, вкусность увеличить, изменить и так далее. Вот эта вся палитра, вот это все разнообразие, оно полезно само по себе. Кроме того, все, что здесь изражено, это антиоксиданты особого типа вещества, которые благотворно действуют на статус человека. Когда он волнуется, у него нарушаются некоторые процессы, которые связаны с дыханием, с образованием радикалов, которые могут повредить клетки, сосуды. Так вот, противодействие этому негативу оказывает антиоксиданты. Вот среди этого всего разнообразия есть много антиоксидантов. Хочу сказать, что наша кафедра занимается антиоксидантами уже 20 лет в разных объектах. Едем дальше, пожалуйста. Тема вот этих двух рисуночек, в которой было, нашла отражение даже в изобразительном искусстве, в эпоху возрождения, вот, пожалуйста, здесь все в деталях отражено, как нужно готовить специи. Берете эти травки или плоды, семечки, потом растираете все в ступках, получается порошочек, тот самый порошочек, который у вас был показан вот на предыдущем слайде. Едем дальше. Теперь мы переходим к той части разговора, где химия уже принимает активное участие. Вводится понятие искусственные добавки. Я не буду здесь все подробно говорить. Самое главное, что вы бы не беспокоились, что тут нет того, о чем говорят пренебрежительно. А, это химия, все это не натуральное. Это все натуральное. Натуральные продукты исходные, но они в разной форме. Вы можете взять, например, сорвать, ну, к примеру, шиповник. Вот вам натуральный продукт, шиповник. Возьмете, вы сидите, конечно, это зря, потому что там есть такие тончайшие волоски, которые негативно влияют на желудочный тракт. Лучше его заварить, заварка, вот все это замечательно. Но можете представить себе натуральный шиповник. А когда вы его возьмете, снимете, измельчите в порошок совершенно, у вас получится пыль такая. А потом вы можете спрессовать, у вас будет таблетка шиповника. Это как раз есть искусственно приготовленный натуральный продукт, чрезвычайно полезный. Он содержит много витаминов. Так вот, смотрите, вот эта чашечка внизу слева, она наполнена этими компонентами, которые из натурального материала и выступают уже как добавки. Буква Е, я еще там потом повторюсь, Е, значит, европейская система номенклатурного отражения перечня этих благоприятных действующих на организм компонентов веществ. Тут все витамины, тут все красители, тут все другие вещества, улучшающие качество пищи, ее структуру и так далее. Едем дальше. Что? Пожалуйста. цифры Е и цифры. Что означает цифры Е? Е, значит, европейская, просто, всего лишь, то есть, это европейская комиссия придумала и закодировала буквы Е, а цифры, это вот список, он там дальше будет повторен, это список, в котором, например, Е300, знаете, может даже напугать какую-то 300, а 300 это витамин С, без которого человек вообще жить не может. то есть, это номер его в этом списке. Там порядковые номера, ну вот, видите, уже 300, значит, уже 300 именований, если на самом деле там что-то больше 700. Так, так вот, это возвращение к предыдущему разговору. Значит, вот это все, что было на картинке, где там специи, потом там картинка, где были эти желтенькие всякие порошочки, знаете, это все натуральные продукты. Они вот, могут быть объединены как, смотрите, красители, потому что они действительно окрашены, но ведь может быть в сознании сработать краситель, это самая краска, которая в этот забор. Там тоже краситель, понятно, но нет, красители пищевые, то есть, это все натуральное. Дальше, консерванты, это я тоже подчеркну, чтобы вы бы не боялись слова консерванты. Консерванты это необходимые компоненты. Вы, например, маринуете что-то, без уксанной кислоты невозможно избавиться. Но если где-то маринование производите в походе, такое тоже бывает, лучше взять не уксанную кислоту, а лимонную. Лимонная кислота, всем известная, в продаже она есть, она выступает как консервант. Но слово консервант, все-таки лучше, я как химик, начал бы с разговора о сорбиновой кислоте. Сорбиновую кислоту химики обнаружили в красной рябине. Красная рябина вам, наверное, знакома, да ведь? Но там ее очень мало, поэтому эту сорбиновую кислоту вы никогда не сможете использовать для дела. Химики извлекли эту сорбиновую кислоту, изучили ее структуру и нашли способ синтезировать в лаборатории. И она теперь продажа доступна. Сорбиновая кислота убивает все бактерии и сохраняет, например, хлеб не чуть ли до полугода. Космонавты, первые наши, которые летали туда, в космос, тоже ели хлеб. Какой? Пропитанный раствор с сорбиновой кислоты. Завернутый бумажечкой красивенькую, он берет, как будто свежий хлеб. Сорбиновая кислота не чувствуется, потому что там очень мало, но она не допускает развития плесени. Так, ну и дальше там усилители вкуса, но об этом все-таки особый разговор. Вот это то, что требует пристального внимания. Не надо увлекаться усилителями вкуса. А то бе так, чтобы публику привлечь, не нужно заставлять ее есть. Она откусит, ой, как вкусно, и все, бах, мгновенно употребит. А там был усилитель вкуса. Можно привыкнуть к нему, как к наркотику. Поэтому усилитель вкуса это такое дело, знаете, неоднозначное. Едем дальше, пожалуйста. Вот. Теперь, как все происходило. Вот яблоко, оно полезно, всем ясно, нужно есть его все. В яблоке нашли много полезных веществ. Вот они здесь обозначены, но их очень трудно здесь прочитать. А вот здесь тот самый список, о котором мы говорили, что это значит Е, и что это значит номер. Вот здесь объединены этими такими отдельными категориями. Где-то есть консерванты, где-то красители. Вот консервант, тут, видите, есть, значит, молочная кислота. Про уксу я вам говорил, про лимонную, про сорбиновую, а вот молочная кислота. Замечательный природный консервант. А как он появляется? То есть, в принципе, можно где-то ее приобрести. А обычно вот где появляется. Когда вы квасите капусту, вы ее шинкуете, добавляете там соль, все прочее, трамбует, и все. Когда начинает она бродить, автоматически появляется молочная кислота. Это типичный пример молочнокислого брожения. А молочная кислота мощный бактерицидный компонент. Плесень не будет того-сего, всяких негативов, которые могли бы попортить пищевую ценность капусты. Таким образом, молочная кислота одна из лучших консервантов. Хочу обратить ваше внимание на правую часть внизу. Правый самый там списочек. Вот реакцию майяра, я вам говорил, суть поджарка. Поджарка имеет вкус замечательный, это все полезно. Но аромат там ведь еще идет одновременно. Вот аромат состоит из летучих веществ. Их много. И они зависят от того, что поджариваем. Например, если мы создаем хлеб, хлебзавод, проходим мимо хлебзавода, можно понюхать, ой, скажут, это хлеб печеный, вот его сейчас готовят. Да, а запах-то не хлеба, а фурфурола. Есть такое соединение летучее, фурфурол. Он возникает всегда, когда образуется хлебная корочка. Вот, пожалуйста, хлебная корочка, инициатор, источник фурфурола. Здесь другие были в списочке компоненты, в том числе бутилоцетат. Бутилоцетат дает запах груши. Замечательно. Варите варенье, ощущается бутилоцетат. А когда идет человек в косметический кабинет, то этим бутилоцетатом смывает старый маникюр. Герман Константинович, чтобы нам зал подключить к дискуссии, они все видят эту таблицу, что важно знать для сохранения зрения. А мы сейчас у них спросим, насколько они хорошо видят эту табличку, где, в каких веществах более всего содержатся таких элементов, которые влияют на сохранение зрения. лютеинов. Я специально принес это. Для чего? Вы все занимаетесь смартфонами, у вас компьютеры, мелкий текст. Обратите внимание, вот эта табличка, слева написано продукты, а справа черным лютеин. Это концентрация в микрограммах на 100 грамм. Больше лютеина содержится в шпинате. Да. В шпинате. Сколько содержится в шпинате? Больше всего. Больше всего. Но шпинат вы есть не будете так, знаете, охапкой, извини за выражение. А вот горошек нормально, кукуруза нормально. Но если здесь родители присутствуют, они может быть не знают, что в шпинате больше всего вещество и сохранение зрения, поэтому они могут использовать шпинат для приготовления продукта, для студентов детского университета. Шпинат не только богат лютеином, но шпинат имеет много полезного другого. У него биологически подвижный калий есть, необходимый для работы сердца. Поэтому шпинат один из таких важных источников по калию. на втором месте мы видим капуста калия, дальше петрушка, горошек и тыква главная. Розовая и оранжевая тыква, я уже упоминал, помните булочки с тыквой, не случайно. Вот это замечательная композиция издобная булочка, а в ней еще замечательная тыква. И это все благоприятно действует на остроту терения. Едем дальше. Значит, вот такая вещь. Вот на секундочку. Химики изучили вместе с другими учеными и оказалось, что за полвека питательность, полезность, полезность пищевых продуктов, к которым мы привыкли, ухудшилась в несколько раз. Причина неизвестна. Сейчас даже на закладательном уровне это обсуждается. Скорее всего истощение почвы. Поэтому роль химии в этом вопросе будет большая. Итак, 50 лет назад такая была курточка средняя. А сейчас вот которая справа внизу. Представляете? 50 лет назад одного яблока можно было хватить, в сутки съесть, чтобы получить порцию полезных компонентов. А сейчас давай 7, 5, 6, 8, 6, 9, сколько там штук, чтобы то же самое необходимое количество получить витаминов. Едем дальше. Картина голландские художества 17 век. Смотрите, на переднем плане мясной продукт. привлекает аппетитно. Красный естественный цвет сохраняется. За счет чего? За счет использования селитры. Той самой, на основе которой создавали черный порох. А сейчас как? А сейчас так же. Тот же вкус, те же подходы, та же технология. За счет селитры мы имеем такой цвет окорока. Ну, делайте выводы. Это не означает, что нужно окорок вот так вот ломчами резать и ломчами сразу за один раз съедать. Едем дальше. Значит, для того, чтобы все это выросло, не подверглось воздействию всяких вредителей растений и животных, все это обрабатывается с помощью пестицида. Вот где химия прямого действия. Ну, что ж поделаешь, это минус. Куда деваться? Специально есть лаборатория, которая контролирует все содержание. Здесь надо успокоить нормально все. Но мыть все перед едой уже обязательно, даже если вы покупаете в готовом виде, как бы, понимаете, в таком, в пакетиках или там в коробочках, все равно. Мне не остается время, чтобы подвергнуть критике Макдональдс. В 1948 году два брата открыли эту контору и весь мир мгновенно был захвачен этой системой под названием фастфуд. Фастфуд это не смертельно, это питательно, это замечательно, это хорошее настроение, но иногда не в систему превращать нельзя. Видим дальше. Герман Константинович, а как часто можно в Макдональдс ходить? Вы знаете, я был так всего три раза. Как вы рекомендуете, сколько раз можно сходить в Макдональдс? Иначе будете вот эти пилюльки, это означает, что придется потом лечиться, если вы будете постоянно пользоваться этим Макдональдсом. Хотя булочка-то замечательная, тоненький налет, желтенький, золотистый, все правильно здесь сделано, никаких, так сказать, излишек. Теперь вот, вот на этом я закончу. Молекулярная кухня. Вот берем, представляем себе, кусок мяса, его можно нарезать, вот там все, знаете, потрогать, потрогать, поджарить, все прочее. С помощью средств химии и физики можно это все испепелить, в кавычках, все разорвать связи, сделать вату, пыль из этого продукта, а потом соединить с другим. И вы можете сделать сочетаемое, с несочетаемым. Вот что на самом деле представляет себя молекулярная кухня. Вот я хочу сказать, наверху справа, это знаете что? Селедка под шубой. Вам знакома такая еда, нет? Замечательно. Так вот, где здесь находится свекла? Ее нет. Взяли свекольный сок, поместили туда, это я уже грубо говорю, ускоряюсь, поместили дрель, сок, дали 10 тысяч оборотов, накачали воздух, и этот сок превратился в твердый продукт, его можно нарезать. Вот его нарезали, сделали из него оболочку и так далее. Вот это зелененькие такие, знаете, кружевца, это тот самый шпинат, о котором я говорил. Шпинат тоже можно так измельчить в такой порошок, в пыль такую, что потом она превращается в такую тягучую жидкость, напоминающую макароны. И вот можете сделать рисуночек, вензелечек, там, все прочее. Это, конечно, удовольствие очень дорогое. Оно появилось на днях, если говорить в висарицком плане, в конце прошлого века. Причем его изобрели профессора Оксфордского университета. Ну, то ли от безделия, то ли от любопытства. В общем, это дело пошло. Описывается такая интересная литература, которая представляет себя, знаете, пришлали публику, вот мы сейчас вас накормим, чем? О, у нас очень вкусно. А в то же время автор пишет, такая масса пришла дураков, я сейчас их накормлю одной свеклой, а он будет думать, что он ест в самом лучшем мире продукты. Едем дальше. Это все, знаете, сок в таком виде. Из сока можно сделать твердый продукт, который можно в виде блинчиков закатать и все прочее. И сок останется соком. Натуральный, он не испорчен ничем, но другая форма приготовления. Едем дальше. Теперь вкусность. Я заканчиваю. Мы знаем, что такое горькое, сладкое, кислое, соленое. Четыре основных момента, объясняющих вкус. Химики придумали из понятия обобщенное вкусность. Вот тут как раз появляется глутамат натрия. Он продается, он сейчас доступен. Когда-то только из морских водорослей получали его. А сейчас он как химический препарат. Чуть-чуть немножко его можно. Вкусность появляется. Вот суповые пакетики, наверное, вам дожирак. Кубики. Да? Дожираки. Дожираки. Суповый пакет. Там пакетики в дожираке, бульонные кубики. Вот там везде, везде компонент под названием глутамат натрия присутствует. Не вредно. Все не вредно, только чуть-чуть. Ну, так значит, едем дальше. Теперь оказывается с помощью концепции электронного языка может все измерить. То есть понятие вкусности может преобразовать в образ. Вот вам дали какую-то жидкость, говорят, это сок. Попробовали, вроде ничего, спасибо. С помощью прибора я могу запомнить эту вкусность. И когда вам принесут тот же сок, но разбавлены вдвое водой, и вы не определите, что разбавили водой. Прибор скажет, это мне не то, вы дали, вы мне обманули. Так что вот эти приборы электронные позволяют уже даже детали, образ еды запомнить с помощью компьютера, ведь там компьютер в уголочке, а потом его используются на практике. Так, давайте едем конец. Не увлекайтесь шипучками. Это, конечно, воспитательный момент, это не реклама. Не портите себя желудочные стенки желудка пузырьками. Это вообще-то не полезно. Но, конечно, не означает, что это строго нельзя. Можно два-три раза в год. Едем дальше. Макароны не случайно. Я вам не говорил про историю кухни. Я вам говорил, что таким прыжками. Археологи открыли макароны. Сказали, что их первые получили в северо-западной части Китая две с половиной тысячи лет тому назад до нашей эры. Макароны. В Италии особый закон, охраняющий качество макарон. Они должны изготавливаться из твердых сортов пшеницы и воды. Больше ничего. Все остальное мочные изделия. Это как раз вот те самые спагетти или макароны, которые только из того материала, который узаконен. Ну и завершаем последний. Знаете, когда-то я осваивал, я увлекался, и сейчас увлекаюсь едой, кухней, когда-то я осваивал квашение капусты и воспользовался трудами шеф-повара ресторана татарской национальной кухни Юнуса Ахмедзянова. До сих пор вспоминаю благодарность его научной труды, которым я следовал квась капусту. Ну, вот символ этой памяти. Спасибо большое. Спасибо большое, Герман Константинович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова